А знаете ли вы, как россияне готовятся к наступлению в СССР? Да, нам сложно. Мы идем через такие, знаете, сумрачные времена, но мы идем все вместе, вот так, плечом к плечу, с полным осознанием, что мы делаем. И да, будут тяжелые моменты. Будут, они обязательно будут, тоже не надо строить иллюзии. Будут такие же тяжелые моменты, как были осенью. А если будет наступление на Белгород? Или на прям 30 километров. Мы к этому готовы вообще-то? В эфирах заговорили о своих будущих поражениях, а еще о якобы подготовке нападения на Белгород. Это «Осторожно, зомбоящик», меня зовут Анастасия Норицына. Оставайтесь, далее очень интересно. Но сначала подпишитесь на этот канал, а также мой личный. Оставляйте свои лайки и комментарии, чтобы больше людей увидели весь абсурд российского телевидения. Российских пропагандистов поплавило. Все из-за метеорита, который на днях пролетал над Киевом. Также им хотелось, чтобы это был космический десант. Очень часто, насколько я понимаю, активность вот этого, того, что мы называем НЛО, повышается во время разных конфликтов военных. Правильно, но это не НЛО, это какие-то… Нет, я говорю именно про НЛО. Нет, хорошо, если инопланетяне следят за конкретными военными конфликтами, я что-то в этом сильно сомневаюсь. Скорее, там просто летают чьи-то самолеты, которые просто не опознаются или специально сделаны так, чтобы они не опознавались. Но больше всего мне понравились версии АТОПа в российской пропаганде – Соловьева и Скамеевой. То, что вчера произошло в Киеве, вызывает до сих пор множество вопросов. Некое неизвестное оружие над Киевом. Что это было? Это не может сказать, то ли призрак Киева сбыл звезду смерти, то ли Чейнасу уронил спутник. Но не может объяснить, что это было, и поэтому тут же появляется дикое количество объяснений, таких совершенно невероятных. Ну, например, одно из объяснений, которое предлагают, что это момент применения Путиным неизвестного оружия над Киевом. Вот Рогозин Дмитрий Олегович издевается, говорит, инопланетянам надоело ждать наших обещанных ударов по центрам принятия решения. О том, что это могло быть, информации до сих пор нет. Возможно, упавший возле Киева объект с большой долей вероятности оказался метеоритом. Ну, или украинцы действительно что-то не поделились со своими инопланетными союзниками. А может быть, просто таким странным способом в Киев перед контрнаступом прилетел глава НАТО Столтенберг, чтобы лично отдать приказ ВСУ идти в атаку. То, что Йенс, вот он, действительно в Киеве, так или иначе связан с рептилоидами, известно давно и много шуток об этом. А напишите-ка в комментариях, на кого похоже Скобеева. Также сделаем много шуток об этом. А что касается визита генсека НАТО, то здесь пропагандистам написали специальную методичку. Но отработали по ней не все. Это попытка послать вот такое последнее благословение Киеву перед контрнаступлением. Целью поездки Столтенберга в Киев были вовсе не обещания принять Украину в НАТО, а подстегивание широко анонсированного контрнаступления. Не случайно накануне визита генсек намекал, что чем дольше ВСУ готовится к операции, тем больше шансов у России отразить атаку. В Киеве же Столтенберг в очередной раз повторил мантру про то, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я не могу поверить, что генеральный секретарь НАТО прилетал в Киев для того, чтобы сказать то, что он сказал. Это можно было сказать не в Киеве. Это все можно было сказать не в Киеве, а на фоне сидит ряпки, которые нарушили. Во-первых, это можно было сказать не в Киеве, во-вторых, это было сказано миллион раз. Поэтому, Андрей Владимирович, наверное, была какая-то другая причина, учитывая ваши дружеские отношения с Йонсом, как вы говорите. Не отчитывался перед вами? Нет, не отчитывался. А что ж так? Ну, зачем? Предстыдили бы его, скажем. Увидимся, поговорим. Нет, на самом деле, там был... Соберитесь, чтобы как-то устраивать. Да, там был целый комплекс вопросов, которые... Давайте, хотя бы часть. Значит, часть. Первое. Это так называемая оперативная... Был бы решен вопрос об оперативной поддержке украинского наступления. Так. Имеется в виду, что... Оперативная это значит что? Оперативная поддержка, это при начале украинского наступления, это дополнительная оперативная доставка в течение суток снарядов, оружия и так далее. Погодите, я тебе еще раз говорю, это просто то, что было, это первое, да? Вопросами военного планирования занимается военное командование НАТО, которому Столкенберг политическое лицо, секретарь отношения не имеет. То есть все то, что перечислил Андрей Владимирович, вообще ни о чем. Кроме приглашения на саммит. Да, это полномочия у Столкенберг и есть, и он... Вы слышите, в системе НАТО все не так, как вы описывали. Не так, как да. А, ну да. Генеральный секретарь как раз осуществляет контроль за поставки вооружения. Короче, рулит флотами, я понял. Особенно Столкенберг. И, кстати, эффективно это делали. Зачем приезжал, я скажу. Надо было успеть доехать до Киева, пока он нашим не стал. Ну, все побывали, а я, а я, а я. Вот он приехал, сфотографировался, прошелся. Подтолкнуть Украину к наступлению, потому что целый ряд генералов, как мы знаем, там выступают против этого. Говорят, что это просто авантюра, которая ничему хорошему для украинских ВСУ не приведет. Ну и что-то мне подсказывает, я свечку не держал, но что-то мне подсказывает, что обсуждали они в том числе и то, кто, сколько и на какие счета напилил с той самой военной помощи, которая предоставляется Украине. На самом деле это визит большой поддержки нашего наступления и подтверждение, что Украина будет в НАТО. Окупанты это понимают, поэтому и истерят, потому что вскоре придется повторить жест доброй воли. Толтмир вдруг решил сказать, сколько денег они потратили. С февраля прошлого года союзники по НАТО предоставили более 150 миллиардов евро поддержки, включая 65 миллиардов евро военной помощи. Это позволило вашим войскам вытеснить Россию из Киева, Херсона и Харькова. Ну дальше можно надавать. Значит, ты лживая скотина. Никто из Киева не вытеснял. Это был наш жест доброй воли. К сожалению. Спецоперация России на Украине продолжается уже год. Далека от достижения целей. Огромное количество погибших. Мы в свою очередь лишь демонстрируем, продолжаем демонстрировать миролюбие. Мы находимся по-прежнему в белых перчатках. И если помним фразу российского президента о том, что мы так и не начинали, к этой минуте ведь еще и не начали. Начинайте лучше отступать, пока есть еще такая возможность. Потому что украинское контрнаступление будет, и оно будет мощным. В этом нет сомнений даже у оккупантов. Да, нам сложно. Мы идем через такие, знаете, сумрачные времена. Но мы идем все вместе, вот так, плечом к плечу, с полным осознанием, что мы делаем. И да, будут тяжелые моменты. Будут, они обязательно будут. Тоже не надо строить иллюзии. Будут такие же тяжелые моменты, как были осенью. Поэтому не надо, их не надо бояться. И не надо отчаиваться в такие моменты. То, что за последний год мы получили очень трудные, кровавые порой уроки, которые подняли в нас во всех уровень здравомыслия, уровень понимания. Это, ну, уроки это печальная история, но то, что мы их выучили, я это вижу, это хорошо. Наши войска готовы встретить противника, и ему не удастся так пройти, как нож сквозь масло, как, ну, к сожалению, было до этого на отдельных участках фронта. То есть все ждут, все готовятся. Каждый день к нам приходит информация о том, что скопление украинских войск, украинских войск, прошу прощения. Ммм, просите у нас прощения за неправильное произношение? Такая подготовка мне нравится. А еще у вас Бахмут уже не Артемовск и даже не Бахмут. Продолжайте. Что касается наиболее горячей точки Бахмута, как обстановка в Бахмуте. Про Бахмут что скажете? Место какое-то заколдованное. То количество войск, которые этот Бахмут держит на сегодняшний день, заслуживает уважения. И если говорить, что сам Бахмут по себе это тактическая победа в военном плане, то в политическом это стратегическая. Но наиболее обсуждаемая тема на РОС-ТВ это пятничная встреча наших союзников в формате Рамштайн. Новости, прозвучавшие оттуда, фейкометам очень понравились. В Германии стартовала только что сходка главарей представителей оборонных ведомств. Стран НАТО, повесткой которой станет координация военной помощи Киеву перед тем самым крупным контрнаступом на Россию. Встреча проходит в присутствии только что вернувшегося из Киева генсека НАТО. Буквально накануне Сколтенберг говорил с Зеленским, и тот потребовал бронетехнику, танки, артиллерию, самолеты и дальнобойные ракеты, которыми можно будет бить в тыл российским войскам. Сейчас в Рамштейне собрались, да? Сначала вместе с этим непонятным взрывом над Киевом инопланетяне или кто появился внезапно Столтенберг, как будто прилетел на этой вот светящейся точке. Так многим показалось. Так и многим показалось, что он упал там оттуда. Начал инструктировать Зеленского, что парень, не волнуйся, мы продолжим борьбу. Они продолжат борьбу. Наше наступление, о котором мы говорим, пока их не впечатляет. Они считают, что они могут еще повоевать руками украинцев, что они еще могут заставить Россию выложиться. И они будут это делать. И в Рамштейне сейчас они получат дополнительные и ракеты, и снаряды. С самолетами сложнее. Самолет просто так, сами понимаете. Но тут такая игра. Может быть, оказаться, самолеты получат с экипажами. В Рамштейне. Что мы сейчас увидели? Действительно сказано, что будут поставлены 250 танков. Ну, я скажу так, 250 танков – это отнюдь не 9 бригад. Это 2-3 бригады максимум. Даже с учетом той техники, которая поставлена была из Восточной Европы. Это показывает второе противоречие. То есть Запад сейчас фактически пытается воевать с Россией, не переводя свою экономику в 50 стран мира. Еще раз. Им не надо никуда ничего переводить. И все равно этого не хватает. Промышленные державы, великие державы, которые производят оборудование, машины, высокотехнологичные приборы, которые экспортировали это все десятилетиями нам. Технологии, без которых мы до сих пор не можем обходиться. Почему мы все время пытаемся недооценить тех, кто воюет против танков? 50 стран против нас. Им не надо ничего переводить на рельсы. Один завод в Пенсильвании производит столько снарядов в месяц, сколько Украине нужно в день. Ну или в полтора. Сколько таких заводов? Денег у них? Сколько хочешь? Они могут на это тратить вечно. И они, конечно, будут и дальше снабжать Украину оружием. Они, конечно, будут и дальше поставлять ей что угодно. Лишь бы ослабить нас. И в конечном итоге, по возможности, уничтожить. Семья Скобеевых понимает, что Россия в тупике, а ее существование под угрозой. Но прямо признать поражение не могут, ибо это будет означать конец Путина и его империи. Так что в эфирах теперь новый сценарий. Поднимают уровень страха перед внешней угрозой. Ну а теперь совсем скандальное. Хотя что может быть более скандальное, чем вчерашняя вельта? Пожелание от немцев Зеленскому не допускать ошибок Гитлера и, наконец-то, русских победить. Но скандальное все-таки будет. Министр обороны Германии Борис Песториус считает допустимым операции ВСУ вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации. Речь сейчас идет не про признание Германии новых территорий, речь про территории исторические. По словам Песториуса, далее прямая цитата, от которой волосы дыбом. Совершенно нормально, говорит снова министр обороны, что в такой войне атакованный также Украина перемещается на вражескую территорию. Например, для блокирования путей снабжения и осуществления диверсионной деятельности, заявляет Песториус. Иными словами, официальная Германия официально поддержала теракты. Я не помню, чтобы мы от представителей Запада слышали заявление о том, что нормально вести боевые действия, в том числе на территории, которую они считают российские. Мы-то и ДНР, и ЛНР, и Херсон, и Запорожье считаем Россией. А там, где они считают российские, это новый какой-то шажок. В общем, сказал то, что на уме и так вертелось, а у него это на языке. Все красные линии давно перейдены. И если для пользы дела, на пользу дела пойдет украинское наступление условно там на Белгород, значит можно. Украине сегодня, с их точки зрения, можно почти все. Чувствую вскоре новую серию под названием «Паники нет, но нам тревожно». Теперь они думают, что наступление в ВСУ будет на приграничные российские города – Белгород, Брянск и Курск. Значит, Андрей Владимирович там говорит, что Зеленский пообещал Стонтлбергу, что контрнаступление начнется совсем скоро, и оно будет каком-то удивительно, значит, грандиозной неожиданностью для русских. Правильно? Вот, Ваня бросает кубик про немецкого министра обороны, который говорит, что вам там надо смириться с тем, что вот в таких условиях атака, там удары по территории противника – да-да-да, нормально. Вот, последний кубик бросает Вадим Вадимович, когда говорит, ну, возможно, там наступление на Белгород. А теперь соберите все эти кубики в одну штучку какую-то, и получится у вас какой-нибудь там монстр Франкенштейна у меня получается. Чего мы можем, вот, совершенно не ожидаем. Мы говорим о том, что может быть наступление на Донецк, на Запорожье, там, отрезание, там, Крыма от, значит, материка, сухопутный коридор. Белгород и Брянск. А если будет наступление на Белгород? Или на Брянск. Мы к этому готовы вообще-то? Это речь не про то, что там Украина своими войсками двинется в сторону Брянска, Белгорода, Курска или еще чего-то. А это фактически такое уже озвученное благословение. Не надо рассматривать только одно заявление. Ну, мы с самого начала рассматривали здесь, в этой студии, среди прочих вариантов, и попытку удара по территории России до 24 февраля прошлого года, включая там и Брянск, действительно, и Белгород. Наш генштаб об этом прекрасно знает. Я, например, знаю, что в одной из приграничных областей нашей вице-губернаторов практически всех сейчас сняли. Потому что ребята, оказывается, ни хрена не делали, в том числе по своим обязанностям подготовить оборону. Да, сначала они рассказывают, что всех уже победили. Украину мы победили давно. Украинский военно-промышленный комплекс перестал существовать где-то после первых шести-восьми недель. А потом, что не сегодня-завтра украинские воины зайдут в Белгород. Если они захотят войти сейчас в Белгород или в Курск, у нас что, там войска ставят? Готовится наступление, а может быть, не одно, может быть, два, а может быть, какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекина или условных валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно больше престижный удар по России. Мы же забываем, одна из главных целей Запада сейчас с Россией не просто ее ослабить, а сменить режим, убрать Путина. Противник готовит масштабное наступление. Основное направление удара на Белгород, как бы это не звучало, наверное, неприятно, да? Вот я бы не стал. При таком положении дел грешно было бы не воспользоваться ситуацией для украинцев, не создать какую-нибудь там группировку в 20-30 тысяч человек и не начать движение прямо на Москву. Потому что, начав движение внезапно, вполне можно за одну ночь ворваться в Белгород, Курск и Дожареву. А знаете, почему они так активно заговорили об угрозе для Москвы? Дело в том, что так называемая специальная военная операция не стала народной войной. Пропагандисты сознательно накручивают россиян, чтобы те поддерживали войну. Для того, чтобы поменялось на Украине, да, вот не шагу назад, что называется. Надо идти до конца, надо, безусловно, держать вот этот кулак наш, там, оборонительный в том числе, который есть. Потому что если будет попытка, она будет провокация в отношении Крыма, нам придется принимать очень нестандартные, очень серьезные решения. При этом, судя по скоплению техники, провокация будет не только и не столько в отношении Крыма. Речь идет и о других приграничных территориях, но ранее приграничных. Это и Белгородская область, и Брянская область. В Брянской области мы видели уже одну террористическую вылазку, в результате которой были в том числе даже погибшие. На позапрошлой неделе еще одну диверсионную группу ликвидировали в Брянской области. Поэтому готовиться надо абсолютно ко всему. В любом случае с Шебекиной и Валуик, не дай бог, без раздумий, ракетно-ядерный по Киеву, разве нет? Да у нас все время раздумья, и сегодня... Ну, может, хватит раздумывать? Хватит. Если мы уже на полном серьезе говорим про Шебекина, про Валуик... Господин Короченко очень хорошо сказал в перерыве. Дайте возможность нанести удар по центрам решения. О, давненько о ядерке не говорили. Это же самая любимая тема Соловьева. Если у нас есть оружие, которое обеспечивает абсолютную победу, страны его не используют. Потому что вопрос, зачем мы его производили? Если мы все равно считаем, что ценность нашей жизни ничего не значит, и что ядерное оружие не нужно, потому что самое важное, что бил бы красный западный мир, а Россию может уничтожить, то давайте допросы за оружие разработки современных видов оружия. Но оно если не выполняет свою функцию сдерживания... Оно выполняет свою функцию сдерживания, напомню, доктрину нашу. Если речь зайдет о существовании российского государства как такового, сейчас речь зашла о существовании... Конечно. На данный момент нет. Минуточку, наша земля оккупирована. О судьбе военной операции, да, речь идет все время. Нет, 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 речь идет о нашей стране. Схватки за Украину, да. Нет, извините, наша территория оккупирована. Ну, Володя, это... Что еще? Ну, как, да? Где еще? Конституция... Мы ее объявили нашей территорией. Мы ее в Конституции приняли. Была не нашей территорией. Минуточку. В Конституции что написано? По Конституции это наша территория или нет? Мы все объявили Конституцией. В тех пор, как мы их включили в состав, конечно, наша территория. Правильно. Но это было в обстановке военных действий. Ну и что? От этого что, Конституция не является? Сибирь же тоже мы включаем в обстановке военных действий. Конечно. У нас что, где-то есть надпись такая, что это не совсем наша территория, потому что включена в эти условия? Надписи у нас нет. У нас должно быть понимание происходящее. Да, понимаете, Берсавич, хорошо. Крым, если войдут, тоже не угроза? Опять же. А мы их включили в 2014 году. Опять же, это другая история уже. Но, хорошо, в Белгород войдут. Тем более. Курск. Тем более. Все равно не трогать ядерное оружие. Вот так 424 дня идет по плану спецоперации РФ. Но эти недоэксперты, очевидно, понимают, что наговорят себе на трибунал. Поэтому о признании украинских территорий российскими уже сдерживается. Но они и так достаточно наговорили. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи.